Привет, друзья! Меня зовут Богдан. Я крайне потрясен тем, что я сейчас увидел. Этот пожилой и очень скромного вида мужчина заходит в закусочную в самом центре Праги, где ему бесплатно дают горячую еду. Тарелка супа в Витаку была явно не лишней. Но подождите, как это возможно? Давайте послушаем, что расскажет наш герой. Был отличный суп-гуляш. У нас есть карточки такие, на них делают отметку, и мы получаем еду. Это прекрасно, что у таких людей, как я, есть вот такое гарантированное питание, которое нам ничего не стоит. Мы очень благодарны за это. Таким образом, бесплатную еду нуждающимся людям в Праге дают уже шесть заведений общественного питания. Проект придумала вот эта девушка, Доминика Фаркасова. В этой пилотной фазе проекта мы работаем с шестью заведениями общественного питания. За моей спиной еще одно кафе из нашего проекта. Важно, чтобы человек с улицы понял, что тяжелая ситуация – это еще не конец. Он придет в кафе, где ему будут рады, посадят за стол, где к нему отнесутся, как к обычному человеку. Реализовывать идею Доминики помогает организация «Надежда», работающая с людьми в нужде и бездомными. Именно они сводят владельцев кафе с их будущими подопечными. Одно из правил – человек должен приходить в заведение опрятным. Я могу помочь таким образом множить добрые дела среди своих соотечественников, у которых в жизни были неприятности, или которые просто однажды очутились не в то время, не в том месте. Тот мужчина, который ходит к нам питаться, у нас с ним абсолютно никаких проблем нет. Он ничем не отличается от других посетителей. Сейчас проект «Стол для одного» успешно завершил свою испытательную фазу. И Доминика говорит о больших планах. У нас есть план до конца 2018 года включить в проект еще 50 ресторанов и кафе в Праге. Мы также хотим делать это и в других городах. И уже договорились о начале работы в Словакии. Друзья, даже маленькие добрые дела помогают сделать этот мир немного лучше. Не забывайте об этом. Пока!